всем здорово мужики многие пишут в комментариях что я дурень взвешиваю шины разных размеров специально для этих ребят я сегодня взвешу несколько шин в одинаковых размерах это будет два размера 185 60 14 и 195 65 15 но мы их не только взвесим естественно еще мы посмотрим глубину протектора у всех этих шин и соответственно попытаемся найти индекс износостойкости где он есть и собственно отбойник но вряд ли конечно в таких размерах будет отбойник ну попробуем его найти итак приступим начнем с размера 185 60 14 1 у нас кандидат это кама 208 сделано в россии естественно сразу же мы меряем глубину протектора рисунок на не все сезонный как все уже знаете практически 8 миллиметров если мой штангенциркуль являются в резину будем считать что 8 миллиметров отбойника конечно на ней нет так 8 килограмм 600 грамм кама 208 первая шина отскочила дальше 185 60 14 бриджстон туран за т 001 протектор так получается всем с небольшим 7 с половиной 7 с половиной миллиметров протектор бриджстон туран за 32 320 объясняю как считать 32 умножаете на 16000 получаете цифру это примерно находит по россии по моим подсчетам вот хотите умножайте 32 3.2 на 48 тысяч узнаете сколько производитель пишет на не сколько она ходит дальше не буду объяснять ребят я уже несколько раз это говорил посмотрите предыдущие ролики 7 килограмм ровно бриджстон туран за т 001 185 60 14 дальше 185 60 14 также но кенха к грин 2 так берем наш колющий штангенциркуль ставим меточку и смотрим честные 8 8 миллиметров 3 2 400 4 умножайте на 16000 вес 6 килограмм 300 грамм как а грин 2 дальше также размер 185 60 14 гудеер и фенсит гриб компакт в центр ставим штангенциркуль 8 8 миллиметров глубина протектора 32 320 3.2 умножить на 16000 вес 6 килограмм 300 грамм дальше у нас две камы обе камы евро тут даже кстати что-то похожее на отбойник но он совсем небольшой так что можно считать его здесь нет это кама евро 224 с таким вот сезонным протектором очень ее любят владельцы отече не дорогая и достаточно неплохо едет по грязи можно даже по первому снежку на ней прокатиться восемь с половиной миллиметров глубина протектора износостойкости здесь нет индекса естественно 7 килограмм 100 грамм весит кама евро 224 и последняя кама в таком размере здесь у нас даже присутствует ну вот в канавке видите черточки это у нас глубина протектора промерена и здесь написано что крайняя метка 7 миллиметров но я уверен он здесь больше будет 8 точно так замерили нет что-то мало совсем это у нас кама евро 129 да нет все правильно 8 с половиной миллиметров 8 с небольшим будем считать 8 с половиной тут тоже у нас что-то похоже на отбойник ну я не стал бы называть это отбойником естественно так кама евро 129 185 60 14 7 килограмм 100 грамм 7 килограмм 100 грамм все 14 диаметр мы отмерили сейчас мы приступим к замерам 195 60 15 размеров 1 у нас michelin energy xm 2 меряем в центральной канавке семь с половиной семь с половиной миллиметров индекс износостойкости здесь у нас был но они так мелко печатают вот 420 сейчас покажу даже 424 2 умножайте на 16000 это по моим подсчетам 8 килограмм 400 грамм michelin xm 2 195 65 15 пирели в таком же размере сантурата p1 также померяем в центральной канавке естественно 8 с небольшим будем считать 8 с половиной индекс износостойкости тут тоже по моему был до 420 как у michelin 4 и 2 на 16 тысяч по весу 8 килограмм 400 грамм нордман sx старичок у нас тут остался есть еще отбойник кстати есть но совсем маленький вот такое углубление совсем небольшое 3 2 по моему у него 500 был ну сейчас мы точно посмотрим глубина протектора 8 ровно миллиметров 3 2 а даже больше 620 3 2 620 6 и 2 умножаем на 16000 8 килограмм 400 грамм нордман sx теперь теперь кама любимая наша кама кстати всесезонная она идет считается но естественно зимой на ней ездить не советую ну так в грязь на ней можно заехать но по трассе шумная как и вся кама в принципе 8 миллиметров честные 8 миллиметров ради интереса посмотрим индекс износостойкости нет конечно его здесь нет но мы видим что тут есть солнышко дождь осень то есть ну они убрали значок снежинки но раньше он был 9 килограмм 100 грамм это получается самая тяжелая шина в этом размере в размере 195 65 15 самое тяжелое у нас кама 234 модель я не назвал забыл извиняюсь это была кама 234 самая тяжелая дальше корейский лауфен дочка хэнкука так сказать центральной канавки замеряем глубину протектора и видим что 8 миллиметров честно и есть кстати интересно здесь есть индикация износа пропечатанная нет индикации нету к сожалению хотя такой бренд должен был бы поставить даже тот же кардиан ставит это а лауфен нет так 32 здесь получается нет хотя на другом лауфене был здесь нет made in indonesia 32 нет ребят так так вес 7 килограмм 900 грамм по сравнению с камой вообще пушинка ну у камы что-то было похожее на отбойник возможно из-за этого она и потяжелее будет и последние мужики у нас претендент гудеер 195 65 15 модель offensive grip performance да я не сказал лауфена модель это был gfit и q к 41 по-моему но у лауфена не так много моделей по рисунку в принципе понятно какая это модель так гудеер хочет от меня убежать но мы этого не дадим ему сделать конечно же глубина протектора 7 практически 8 будем считать что 8 8 миллиметров у гудеера и так же нету кстати индикации износа пропечатанной цифрами отбойника тоже нет сделано в турции кстати колесика так ищем износостойкость 32 и 340 показываю 340 3.4 умножаем на 16000 это мой так сказать личный способ узнать сколько шины походит по снг надо его запатентовать кстати 7 килограмм 900 грамм вот так мужики специально по вашим просьбам взвесил в одном размере шины которые собственно были на складе многие пишут там сделай обзор на какие-то другие шины мужики я бы сделал если бы она была то что народ заказывает то и есть я для себя я для себя не могу там заказать какой-то допустим про нито много людей пишут нет нито на складе и народ нито не покупает если кто-то взял я бы про него снял естественно так что вот так ну в принципе все в описании будет ссылка на второй канал кстати там я выкладываю рыбалку кому интересно подписывайтесь сейчас уже начинается сезон по карасю по карпу буду снимать видео как мы с корешком или я один на рыбалку ездим достаточно интересно а так подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите свои комментарии на группу вконтакте подпишитесь там опросы постоянно есть какие-то если хотите зайдите проголосуйте все всем спасибо кто смотрел не гвоздя не жезла всем удачи мужики всем пока